привет друзья итак как обычно видео выходит редко но ковыряем ковыряем и ковыряем как обычно все по мере возможности в общем кто помнит я рассказывал про то что у меня машина дико рыскать по дороге то есть основная проблема была в том что вот как бы едешь кто-нибудь 50 60 кого все нормально даешь газу и ладно бы если машину просто вело в сторону так самое веселое ощущение было такое значит дорога пустая я держу руль коленями чтобы точно руль никуда не уходил и машина едет реально вот так вот то есть и ты это главное чувствуешь то есть у меня уже были мысли что задняя балка кривая еще что-то если была балка жалорезину если была морда тогда бы также жалорезину в общем недолго думая я отправился к своим товарищам которые привели небольшую диагностику подвески значит сказав что там сдохла значит под диагноз под вопросом сначала вернее один сказал что под вопросом саленблоки в рычагах в треугольных которые идут нижним часы все увидите вот и опоры стоек значит опора моим получается лет 13 14 года то есть они у меня так и стоят целью спорт вот они только сейчас походу начали подыхать и самое веселое что я вообще не знал что из-за опор может быть что-то именно такое поэтому для начала я решил сделать себе опоры но естественно как бы просто так поставить опору это неинтересно тем более для меня я решил сделать опору на 6 и естественно с регулировка кастера вот это тоже надо помогает для того чтобы машина именно и ехала и рулилась так как я этого хочу я решил опять же сделать абсолютно новые рулевые наконечники с этим руль наконечник был сварен полностью с нуля сделан по моим чертежам и опять также на шейсе вот не знаю если такой в этом мире 2 также сейчас будет в этом видео разработка вернее разработку вы уже в принципе видели в предыдущем кто смотрел а сейчас будет уже конкретное краилова и производство пневоподвески на ладу весту то есть это есть я не говорю что это первое веста вообще на пневме там уже куча этих вест на пневме которые были просто здесь сейчас именно была цель сделать пневму на весту чтобы она была мягкой и комфортной и следовательно как говорится был бы у нее естественно ресурс и подъем то есть образно говоря сделать практичную пневмоподвеску ну а-ля иномарка следовательно были сделаны рукава на морду рукава на жопу стойки использовались дэнфи и следовательно как говорится как небольшая фишечка это блок с сечением 1 2 шланги рвд ну опять же чисто тупо для скорости следовательно что вы получили от подвески во первых мы получили мягкое стоковое положение как ну то что ну вы заводской образно говоря получили положение минус для того чтобы на трассе можно было машину опустить она стала более уверенно входить но при этом стойки также мягко отрабатывают любые не вернулся дороги и также мы получили опять же повышенное положение и режим как это супер джип когда машина поднимается на 30 сантиметров от порога следовательно как обычно кого-то заинтересует ссылки на группу на инсту на драйв будет в описании так что если кто-то захочет пневму на вес то пожалуйста пишите сделаем также такие моменты как болт болт то есть подушки встают поставил снял пас подружину поставил подушку снял стойку поставил новую стойку опоры опять же сделаны по уму на 6 подшипники поэтому вот посмотрим делаем опоры на 6 с изменением кастера значит вот она сама опорка вот ее ход также вот два новых рулевых тоже на 6 сав полностью самодельная конструкция смазать только и все это ставить вот скорее сейчас пневмодвор значит что происходит вкратце пневмодвор значит что происходит вкратце готовится багажник на весту под воздух а у меня как я обычно как делаю себе то что я бы как говорится никогда бы никому не делал значит в чем тема тема у нас вот чем значит блок клапанов мой атикировский прожил с 12 13 13 13 14 года вот из-за небольших окислов короче говоря испортилась канавка посадки клапана то есть в такой ситуации что можно сделать такой ситуации только менять бог но как говорится во первых у меня что возможности менять бог нет а машина эксплуатируется каждый день поэтому я вот занимаюсь кимблудом перекинул вот у меня черное короче говорит передний контур передние два верни синий это задние начал сейчас поменял причинник причинный клапан местами и короче говоря у меня получается теперь будет всего на машине три контура то есть два контура это морда и один контур это задница то есть вода не теперь я вообще занимаюсь этим всем блудом конечно так и никому делать особо не советую но в крайней ситуации так поступить надо но блок я к сожалению все равно буду через какое-то время менять поэтому подпись он прожил отжил свои года замена лямбды во дворе вот это новое а это дождь стоим ждем продолжение нашей лямбды в общем резьба то ли закисла то ли не знаю что старую кое-как выкрутил силой с матом в дождь а чтобы скрутить новую вернее новую крутить не получилось значит пришлось брать мечик и вот сейчас люблюсь мечик закрутил вы сейчас выкручивать ставить лямбду обратно на место вот так вот ну что лямбда на своем законном месте или как он называется датчик кислорода проводок не знаю почему там прочим оголился но уже все стоит теперь ошибки никакой быть не должно готовая подушка на весту то есть как выгодится болт 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 все встает фитинг 1 4 вот ну и чтобы не больше больше сказать нечего рукав пока сделан по максимальной длине на мягкость на подъем собственно вот это как бы веста поэтому скоро вот тут и будет уже все это дело стоять здесь идей 2018 года называется короче говоря просто навсего идеи ну вернее как бы сказать как это все добро разместить в багажнике весты принцип как бы есть но проблема в том что тут во первых в центре вот этот как такой y на котором крепится сама запаска а также вот в крайнем получается правом углу находится такая как бы вы как бы выемка вверх образом говоря потому что снизу там приварен буксировочный крюк но из-за этого получается кажется сама это сама плоскость неровная тут опять же ставишь ресивер блин он там упирается в саму эту нишу здесь он не упирается вообще него что есть воздух как-то принных поднимать на фанерку ставить тоже смысла особо нет потому что самой верхней точке тут эта пипка которая для запаски и опять же поставишь фанерку он все будет выпирать а сейчас он компрессор как раз получается вровень с полом поэтому вот опять же да вроде бы все разобрали а теперь сидишь башку и думаешь как даже не то что башку и посидишь и думаешь как бы это все так и разместить чтобы это все поместилось и вы основная умная мысль есть оставить только один ресивер потому что ну один компрессор как бы один ресивер даже то что клапана одна вторая нормально как бы проживут прыгать вероятно сильно будем поэтому вот режим ну что ребят все прикручено все так более-менее кошелька держится стоит пока отказались короче говоря от одного ресивера в пользу того что одному компу два баллона качать будет сложновато поэтому прибавляя alright поблагодарю ас вот Продолжение следует... 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 Морду собрали, шопы собрали, то есть поднимает, опускает, но единственное, что все-таки морда вообще не легла, точнее легла тупо на стаб. То есть по идее надо как отодвигать стаб, то есть увеличивает сами корточку стабилизатора. Пока поднимает, опускает, нигде не травит, в принципе ничего не мешает, ну и опять же не мешает стаба. Ну сейчас пойдем тестить, у нас вот так, день солнца, детство лежит, как говорится, только нифига не лежит по факту. Основной причиной является стаб. Тут, конечно, честно говоря, так ничего особо не увидишь, но именно стаб лег на лонжерон, также он еще за разобьет. Если в наших приорах раньше бил привод по лонжерону, тут по лонжерону бьет стабилизатор. Вот так вот. То есть вот это получается максимальный, образно говоря, низ. Как-то говорится, ни о чем. Здесь уже лежит комплект на вторую весту, которая как бы в процессе сейчас будет, по установке. Такое современное слово под названием «анпакинг». Итак, что у нас тут есть? Делаем «ан». Так, делаем «ан». Делаем «пакинг». Еще мы тут видим. Еще мы тут видим, что мы тут видим. И мы видим АМХ. Ебаный конь. Ну-ка. Вы не представляете, представляете? Вообще жесть, что произошло. Представляем, но не представляем. Продолжение следует. Штатной подвески на переднеприводных «Жигулях», если присмотреться к ее работе, чтобы руль при, ну, скажем так, при работе аммортизатора колеса оставались ровно, то есть никуда не уходили. Ну, то есть, образно говоря, что они не уходили на схождение, там, на развал. Рулевая тяга, используемая перед левую сторону, рулевая тяга должна быть с абсолютно другим углом к нижнему рычагу. То есть, как бы, из-за того, что рулевая тяга длиннее, а рычаг короче, ход их по радиусу примерно совпадает. За счет этого колеса остаются на одной линии. Как бы, именно за счет этого я как раз переделал свои тяги. Поставил, короче говоря, проставку на рулевую рейку, чтобы опустить тяги вниз. Тяги на стойках, благодаря наконечникам на шейсе, поднял кверху. Как раз, получив почти, образно говоря, ну, у меня, короче говоря, почти параллель получилась. И в следующем видео я расскажу уже, как легко и просто было опустить нижние рычаги, чтобы достичь вот этого угла и, как говорится, улучшенной управляемости. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok